привет давайте посмотрим как генерировать объекты по сплайну ну и заодно сделаем так что они выстраивались у нас ровно на поверхности нашего landscape для начала обратимся вот к этим дорогам и сделаем по ним так скажем генерацию определенную то есть для того чтобы так нам надо найти дорогу это у нас вот это да с атрибутом с тегом road то есть мы вот отсюда будем брать необходимый нам саму сам спой давайте снова выстроим его так в этом ракурсе теперь из сплайн сэплер мы можем вытащить как обычно наши стандартные это transform point смотрите то есть мы вытаскиваем и не из bound модифир хотя можно и отсюда но там просто немножко корректировку придется делать мы берем наш сплайн по сути наши точки которые находятся по сплайну и будем делать по transform point да то есть если мы нажмем d мы пока еще ничего не увидим а точнее если приглядеться то мы их увидим они вот здесь наши точки являются линиями по сплайну то есть они выставятся выставляются посередине мы можем их сдвинуть как обычно asset minimax то есть сделаем представим что где-то 30 пусть будет даже до 1000 то есть мы будем сдвигать наши точки от сплайна от 30 миллиметров сантиметров не знаю в анреле всякие единицы непонятные юниты до до 1000 естественно у нас точки разных местах будет находиться но с одной стороны это нам даже на руку чтобы но мы сдвинули это в правую сторону то есть по сути плюсовые мы можем это скорректировать дублирование но только выставив эти значения в минусовых значениях пусть это минус 30 минус 1000 давайте включим дебаг и мы вот видим уже с другой стороны тоже точки данном случае они у нас точки в виде линии да но это мы можем тоже поправить если нам необходимо переходим наш скейл метод и ставим абсолют и вот наши линия превращается в точки здесь у нас две дороги находятся и вот от этой второй дороге то же самое получается такие же точки находящиеся непонятно где то есть мы можем сделать такой вот вид также мы можем накинуть наш какой-нибудь статик между либо отрегулировать уже скейл либо еще что-то сейчас я на этих точках сделал рост нашего дерева но мы от этого избавляемся и ставим что-нибудь не знаю давайте какие-нибудь камни поставим они у нас слишком большие но естественно нам трансформ надо немножко подкорректировать если у нас камни большие skill мин минимальное значение и максимальное значение мы уменьшим давайте 0 1 так 0 1 наверно слишком маленький 0 3 достаточно я думаю и 0 4 максимальное значение да сейчас они у нас видите летают и и сейчас мы будем это тоже корректировать но давайте перед началом корректировки мы смотрим посмотрим то что у наши точки взаимодействует вот с этими деревьями которые находятся да то есть мы должны по сути сделать вырез это дифференс вот сюда его вставим сделаем дифференс наших из наших деревьев нашей точки по сути либо наоборот сейчас мы посмотрим как это будет правильнее будет выглядеть делаем source и подключаем наш статик мышь как видите наша . совпадает вот с этим деревцем и здесь у нас не заспавнилась это этот камень не заспавнился вот здесь у нас тоже видимо вот с этим деревом это пересекается и не заспавнилась непонятно почему вот здесь не отрабатывает но возможно там уже есть какое-то дерево либо просто некорректно немножко отрабатывает а хотя вот видно 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 что у нас здесь дерево находится по тени теперь давайте сделаем так что наши камешки пусть немножко опускается мы можем это все офсетом вытащить да то есть изменить значение минусовые значения сделать но это не совсем корректно будет для этого есть но да выставим ее давайте вот где-то здесь уже после дифференста после вычисления из нашего леса так скажем про джекшн подключаем сюда отключаем прямое соединение и про джекшн таргет нам нужно подать нашу он скейт а нашу он скейт находится нашей головной ноде input подаем ее сюда и и как видите у нас летающие камни опустились на землю но естественно они у нас немножко некорректно отрабатывает да давайте их как раз таки нашим transform point там подкорректируем уже по нужной высоте выставим это минус 30 слишком слишком никчемно давайте минус 90 минус 90 так просто интересно смотреть почему так окей здесь мы корректируем точки но здесь нам они не нужны так давайте вот эти уберем значение который мы только что изменяли и нам нужен transform point уже после наших корректировок то есть мы вот сюда возле projection выставим а transform point и здесь уже откорректируем необходимую нам высоту как видите у нас камешки уменьшились потому что мы два раза с кейлили по сути то есть мы до этого с кейлили вот здесь давайте отключим дебаг и здесь мы тоже с кейлили здесь мы выставляем стандартную единицу offset их тоже сбросим но по z мы выставим эти минус 90 более-менее и то есть вот мы создаем по сути дорогу вот так с такими камнями так естественно они у нас слишком широко расположены надо будет подкорректировать это ты сейчас слишком много наверное 600 где-то вызвать ну мы также можем выставить это и по галочке apply to attribute и у нас выставляется прям по центру все это естественно нам не всегда необходимо так что мы ее выключаем давайте подкорректируем наши деревья они у нас тоже по сплайну то есть мы сейчас подлетаем к земле и у нас деревья тоже не то что парят они у нас внедряется в землю естественно нам необходимо но до про джекшн чтобы поднять эти деревья над так скажем уровнем мы про джекшн выставляем до сплайн до статик мыши точнее подключаем и подключаем но наш в инскейп и как видите после подключения у нас сразу деревья автоматически сгенерировались по landscape давайте это мы можем по сути сохранить и закрыть давайте подкорректируем landscape берем кисточку поменьше чуть-чуть делаем углубление делаем где-то возвышенность давайте вот здесь сделаем закрываем landscape редактора закрываем selection да то есть выделяем наш сплайн писи си джи и делаем generate либо clear потом generate заново и здесь у нас небольшая проблемка он не взлетел давайте посмотрим здесь у нас плане все нормально так landscape давайте отрегулируем вот начал регулировать и у нас а что это у нас landscape в двойном экземпляре понятно я все понял давайте landscape так landscape 3 почему-то появился у нас как то я дублировал его видимо да так делаем корректировку наших мест расположения закрываем выделяем clear generate и он у нас почему-то уже по старому landscape он начинает формировать хотя мы его уже удалили давайте сделаем сохранение так у наши деревья и вот такая вот система иногда у нас может получиться но сами понимаете процедура content generation она еще в экспериментальном состоянии так что вот такие вот баги могут возникнуть я нечаянно как-то создал 2 landscape давайте подкорректируем еще раз не сделаем генерацию заново но да он формирует уже по старому значению попробуем сдвинуть и вот такой вот баг иногда возникает так что рекомендую не дублировать landscape иначе просто возникнет проблема так ну давайте попробуем отключим вот это для интереса сохраним и заново подключим может сформируется по-человечески так ну да сформировался уже по-человечески ну здесь со сплайнами бывают проблемки такие также вы можете внутри вот этой вот этого сплайна который мы назвали площадь плоскость дать скажем так скажем это у нас получается вот эта часть мы можем здесь тоже самое взять точки уже внутри этого сплайна инхайриор да то есть и также сгенерируется внутри него какие какой-то ли это определенные области элементы да то есть те же самые небольшие деревьицы какие-нибудь травку и что-нибудь иное что вы хотите а на этом все до скорой встречи всем пока пока интересно инхайриор